Коля, а ты знаешь, что я люблю больше всего на свете? Конечно! Ты обожаешь тортики, буженину, форель красную. Котят люблю еще. Котят еще, да. Но я не об этом. Больше всего, Коля, я люблю возвращаться в Могилев, потому что ты приезжаешь другой, а он остается прежним. Действительно, такой же красивый и такой же родной-родной. Ну что ж, привет, город! Дети Асфальта вместе с Николаем Каланцевым. И Ириной Бородиловской. Приглашают всех прогуляться по Могилевским улицам. Присоединяйтесь к нам и узнавайте о городе, в котором живете больше. Летит время, меняется наш Могилев. Но есть в городе здания, столетиями выполняющие те функции, для которых, собственно говоря, их и построили. Сегодня мы продолжаем рассказ о некоторых из них. Это солидное здание в самом конце Ленинской возводили два года. С 1904 по 1906. Его архитектор Петр Камбуров, который спроектировал издание Могилевского драматического театра. Сразу же после окончания строительства здесь открылось отделение Московского международного банка. С тех самых времен и по сей день это здание используется по прямому назначению. В советское время в нем располагались областные управления Госбанка, Жилсоцбанка, Агропромбанка СССР. Сегодня главное управление Национального банка Республики Беларусь по Могилевской области. Крестовоздвиженская Борисоглебская церковь – единственный Могилевский храм, который не закрывался никогда. Именно здесь располагалась первая резиденция Могилевских епископов и Крестовоздвиженский монастырь, известный еще в 17 веке. Во время многочисленных войн храм разрушали, затем восстанавливали. В советское время Могилевские церкви и соборы приспособили подсклады, архивы и пересыльные тюрьмы, а Борисоглебский храм продолжал действовать. Горожане под страхом увольнения с работы и даже уголовной ответственности приглашали священников на крестины. Выезжать приходилось на дом тайно, но время все расставило по своим местам и по сей день горят свечи в храме, который не закрывался никогда. По соседству с Крестовоздвиженской Борисоглебской церковью еще одно здание, которое никогда не меняло свой профиль. Сегодня в нем располагается Могилевский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж, который стал правоприемником Могилевского еврейского ремесленного училища, открытого здесь в 1903. Специалистов-ремесленников в нем продолжали готовить и после революции. После Великой Отечественной это учебное заведение несколько раз реорганизовывали. Было оно сначала четвертым, затем шестым ремесленным и, наконец, 33-м профтехучилищем с трехгодичным сроком обучения. А в 2002-м 33-е ПТУ преобразовали в Могилевский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж. История на этом не заканчивается. В Могилеве осталось много зданий, где продолжают дело, для которого они, собственно, и строились лет сто назад. Май месяц шутник. То солнышко вовсю сияет, то весенний ливень умывает молодую листву. Но в любую погоду кипит на Могилевских улицах городская суета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Законность, справедливость, гуманность, а еще знания немецкого, английского и итальянского курсанты Могилевского колледжа милиции. Они и будущие стражи порядка, и актеры, и полиглоты, а еще сами себе телевизионщики. Они не только разговаривают на иностранном языке, они еще об этом снимают ролики. Вы знаете, забавно. Субтитры создавал DimaTorzok Идея создания роликов на тему «Милиционеры-полиглоты» помогает иностранцам. Родилась у телевизионной команды курсантов высшего колледжа МВД спонтанно. Конец учебного года, на нас у сессии. Времени было мало. Зато было большое желание сделать что-нибудь этакое. Маленький мозговой штурм. Идея пришла. На следующий день мы просто вместо одной пары выехали в город. И буквально за два с половиной часа все было сделано. Ну, плюс четыре часа на монтаж и на выходе то, что получилось. А получилось вот что. Ребятам пришлось изрядно потрудиться, вжиться в роль. Ведь на гражданке, вернее в учебке, они изучают не те языки, на которых говорили в роликах. Но режиссер требовал правдоподобности. Итак, в ролях. Немецкий турист, курсант Ваня. Подождите, дай я тебя соберусь. Итальянец, курсант Саша. Денис, лондонский Дэнди. Давай еще раз. Нам нужно было достичь максимального сходства с иностранцами. Вот Рыженький у нас больше похож на немца. Хоть он знает английский. Смуглинкий знает английский, но он больше похож на итальянца. Тот, кто знает итальянский, не хочет работать в кадре. Поэтому так немножко поменяли просто роли. И каждый на каком-то языке заговорил в итоге. И вот готовый телепродукт. Кадры из ролика и рабочие моменты перед его съемкой. Итальянский вариант. Случай с немецким туристом. Вкусно кушать кафе, драник, белорусский. И, наконец, представитель Туманного Альбиона. Ну и, конечно же, наши милиционеры-полиглоты, которые объясняли иностранцу, где можно скушать вкусный белорусский драник. Так что, господа за границей, как говорится, «Welcome to Mogilev». Причем без разговорного словаря и путеводителя. Наши стражи порядка все вам покажут и объяснят. Надо бы еще и испанский подтянуть. Они одинаково здорово могут сыграть и саундтрек к «Пиратам Карибского моря» и белорусскую классику. Оркестр народных инструментов «Спадшина» организован совсем недавно, но уже серьезно заявил о себе громкой победой на музыкальном конкурсе. В Могилеве музыки много. Разные – соло, группы, оркестры, и каждый выделяется по-своему. Кто-то эпатажем, другие – талантом, как оркестра народных инструментов «Спадшина». Трудолюбивые, харизматичные, азартные – это все про них. Для оркестра коллектив не такой уж и большой – 22 человека, но их игра не может не зацепить. Всегда участвуем во всех праздничных мероприятиях. Вот тут в ДК Кирова участвуем, в школе поблизости. Много по городу участвуем, и всегда зритель воспринимает как-то с теплотой, с такой душевностью. И вот это, наверное, самый главный показатель. Все-таки мы работаем, играем, это для людей. «Спадшина» нравится не только зрителям, но и критикам от музыки. Ну а что касается последних мероприятий, вот это участие в первом областном конкурсе имени Иванова, где мы разделили, правда, первое место с Бобруйском. Ну, к чему мы очень рады на первое место, первое участие. Это будет здорово. Для начала хорошо и даже слишком, но ничего так просто не дается. Накануне конкурса репетиции занимали все свободное время. Как бы там ни было, собирались по первому слову дирижера. Отыграли на высоте, но расслабляться некогда. Передышки, как таковой, нет. Почему? Потому что, ну, дальнейшие планы, отчетные концерты, плюс концерты, они всегда всплывают, концерт у нас регулярно. Ну и как бы особо передышек нет. В «Спадшине» каждый музыкант по призванию и по жизни. Они разные по возрасту, увлечениям и по вкусам в музыке. Одни слушают Рамштайн, другие Вивальди и Моцарта. Но когда собираются вместе, играют одну музыку и прекрасно себя чувствуют. Я могу сказать, что все музыканты, энтузиасты своего дела, позитивные, радостные, молодые, креативные, просто сейчас немножечко такое стеснение присутствует, но в игре это стеснение исчезает. И вообще могу сказать, что коллектив эксклюзивный по людям и по инструментам. Потому что у нас прекрасно дружат инструменты симфонического оркестра. Вы видели и скрипка, и виолончели, духовая группа, и народного оркестра. Да, вот сидит группа Балаечки, Домрочки, Баяна, Кордеон. То есть мы прекрасно дружим как людьми, так и инструментами. А не это ли главное для любого коллектива? Оркестр может играть для любой публики. Белорусская программа подчеркивает колорит белорусской музыки. Саундтреки переносят в мир кинематографа. А танго Астера Пьетсолы заставит пуститься в пляс кого угодно. Концерты наши, праздничные дни наши. Я вот если могу, то приглашаю всех-всех-всех к нам на концерты. Это и ярмарки, и Новый год, и 9 мая, и День независимости, и Александрия. В общем, выступаем везде, где нас приглашают с огромным удовольствием. Ну что я могу сказать? Эксклюзивный вариант. И это еще один повод для отличного настроения. Ну а на сегодня все. И мы напоминаем адрес, куда вы можете присылать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83. Телефонная студия 2215-83-2290-70. И не забывайте заходить на наш сайт tvrmogilov.by. В гостевой оставляйте свои новости. И мы с Ириной ждем с нетерпением встречи с вами. В следующий четверг. На-на-най, на-най, 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 на-най. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок